13 команд, представляющие различные организации Солигорского района, стали участниками благотворительной встречи. Организаторы спортивной эстафеты выступили. Солигорский районный совет депутатов, Солигорская районная организация общественного объединения Белорусский фонд мира, Солигорское районное объединение организаций профсоюзов. И хочу сказать, что добрых сердец в нашем городе, в нашем районе больше, чем злых. Это однозначно. Это говорит о том, какой сегодня мы получили результат этой благотворительной акции. Дело, конечно же, не в деньгах. Но сегодня без денег этой маме очень тяжело поднимать своего ребенка, лечить. Потому что нам все нужны деньги. И на питание, и на то, чтобы у Ангелинки было хорошее настроение, и на дорогостоящие лекарства. И поэтому я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этой благотворительной акции. У нас в городе много детей, которые нуждаются в помощи. И хорошо, что сегодня мы смогли хоть чуточку облегчить проблемы мамы этой маленькой девочки. И помочь ей в то время, когда близкие люди остаются в стороне. Поэтому, если у кого-то есть еще желание, я думаю, как говорится, помощи много не бывает. И мама будет очень благодарна. Я от ее имени сегодня говорю, что приходите, оказывайте. И можете обращаться в 110-й кабинет исполкома лично ко мне. Я дам контакты мамы, если у вас будет такое желание. И вы можете напрямую оказать помощь этому маленькому ангелочку. Поддержать семью Данилевич пришли мамы, работающие в различных организациях Солигорского района. В глазах каждой участницы считалось желание помочь и поддержать. В спортивном зале физкультурно-спортивного клуба не было равнодушных лиц. Помимо участников эстафеты, на мероприятии присутствовали зрители, солигорчане, которые не остались в стороне чужой беды, а пришли поддержать эту семью, чтобы сообща, плечом к плечу, помочь маленькому ангелу в борьбе за здоровую и счастливую жизнь. Сегодня очень хорошее, доброе мероприятие. И мы, как члены Республиканского общественного объединения «Белая Русь», поддерживаем все инициативы, которые вдвигаются общественностью. Поэтому решили принять от отдела делающейся работы, культуры по делам молодежи, участие в этом спортивном мероприятии. Спортивное мероприятие – это не только активность, это смелость, это надежда. Сегодня наши сердца объединены вокруг одного самого светлого, самого хорошего человечка – это Ангелинки. Мы желаем здоровья, счастья, успехов. Мы ждем ее в своих рядах. И я думаю, что уже в следующем году она придет в этот спортивный зал и выступит с нами в спортивных конкурсах. Но вообще всем семьям, всем детям и всем жителям нашего Солигорского района мы желаем здорового образа жизни, хороших, добрых мыслей и хороших, добрых поступков. Эстафета началась со вступительного слова организаторов и вручения маме собранной суммы. А это 44 миллиона 260 тысяч белорусских рублей и 5 евро. Но во время передачи собранных участниками акции «Средств» подключились неравнодушные солигорчане, которые пришли на мероприятие. Итоговая сумма добровольных пожертвований перешагнула рубеж в 45 миллионов белорусских рублей. Я думаю, что такие акции очень даже благородно, очень даже нужно, необходимо проводить. И это не только сплочает в целом наше общество, а целью ставится помощь больному ребенку. А это многого стоит. Если мы даже каждого ребенка увидим улыбку, увидим счастливые глаза, в семье почувствуют, что ребенок стал здоров, это, ну, ради этого мы живем, работаем и все это творим. Ну, а это спортивное мероприятие, конечно же, задорное, конечно же, энергичное, конечно же, приятно, что участвуют мамы, которые имеют таких детей. И сегодня, я вот первый раз присутствую, я не могла спокойно все это, особенно вот эту вот первую часть пережить, и все это не прочувствовала настолько, насколько это вот возможно. Данное мероприятие мне и нашей команде, от организации, я считаю, что оно правильное, в поддержку ребенка, который заболел. Я хочу пожелать Ангелине крепкого здоровья, успехов, счастья, ее родителям крепкого здоровья, терпения, и чтобы в следующем году провели такое же мероприятие, но когда уже Ангелина будет здоровая и будет с нами участвовать в мероприятии. Много подарков было вручено Ангелинке. Роликовые коньки она о них мечтала, кукла, плюшевый мишка, воздушные шары. Глаза малышки светились от счастья. Вот только улыбка была спрятана за маской, которой маленький Ангел практически не расстается на протяжении нескольких месяцев, но при этом продолжает оставаться обаятельным и жизнерадостным ребенком. Конечно, мы такого не ожидали. И всем большое спасибо за то, что, как говорится, мир не без добрых людей, за то, что нам оказали такую материальную помощь, которая нам сейчас так необходима. И, конечно, ощущения приятные, потому что все-таки, я еще раз повторю, что мир не без добрых людей. А вот тебе много всего подарили. Что тебе понравилось больше всего? Там и кукла, и ролики, и шариков, воздушные. Ролики и шарики. Все понравилось, да? Кукла, ролики и шарики, да? Что ты хочешь сказать? Что надо сказать? Громче скажи. Спасибо. Изучив подарки, Ангелинка с интересом наблюдала за соревнованиями. Эти участницы пришли к малышке на праздник и боролись не только за победу в спортивных состязаниях, но и за победу Ангелинки в борьбе за здоровую и счастливую жизнь. Что касается результатов спортивной стафеты, третье место завоевала команда 220 вольт Открытого акционерного общества Строитрес номер 3 Орден Октябрьской революции. Второе – фитнес-профсоюз «Бамунт». Сборная команда районного объединения профсоюзов. Первое – умницы-гламурницы. Команда отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома. Кубок за волю к победе завоевала команда продолжений Купалинки. Открытого акционерного общества Купалинка. Добрых дел много не бывает. Объявленная в 2014 году весенняя благотворительная акция «Приуроченная Дню Женщин». Наша мама-спортивная дама набирает обороты и по праву становится традиционной.